Энергетические картины Энергетические картины – это своего рода ключи или своеобразные маячки, передающие определенный настрой, состояние и сигнализирующие, куда двигаться дальше. Каждая несет определенное послание. Сегодня я предлагаю вам получить послание из собственного подсознания. Ну а прежде чем начать, не забудьте подписаться на мой канал. Также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Итак, закройте глаза, сделайте несколько вдохов и выдохов. Послушайте себя, какой вы сейчас. Затем откройте глаза и выберите открытку, которая откликается вам. Запомните ее номер и вы узнаете рекомендации и послания, которые несет эта картина. Затем откройте глаза. Послание этой картины – Гелиос. Если вы выбрали ее, то ваше подсознание говорит, что пришло время для постановки целей и движения к ним. Возможно, вам уже ясны ваши цели и вы движетесь к ним по намеченному пути. Цели могут быть как тактическими, так и стратегическими, как социальными, так и духовными. Послание этой картины. Для вас пришло время действовать. У вас достаточно энергии, чтобы осуществить самые заветные желания и мечты. Вторая картина называется Дельфиниада. Если вы выбрали ее, то сейчас для вас наступает удивительное время познания внутренних и внешних взаимосвязей, осознания и принятия своей основы, своей целостности. Многие изменения в жизни наступают с момента принятия себя таким, какой ты есть – себя, как части целого и одновременно, как целой вселенной. Послание этой картины говорит вам – обратите внимание на себя и наблюдайте. Попробуйте ответить себе на вопросы, где находится ваш центр, чувствуете ли вы свою основу, в чем она для вас, видите ли вы взаимосвязи нынешнего положения вещей с вашим внутренним состоянием. Телесные и энергетические практики могут быть сейчас особенно полезны. Третья картина называется Мандала. Встреча любви. Если вы ее выбрали, сейчас вы находитесь в предвкушении встречи, которую давно ждали, или эта встреча уже состоялась – встреча с самим собой, благодаря тому мужчине или той женщине, которого вы встретите. Это может быть знакомство с человеком или новый этап в ваших отношениях. Послание этой картины говорит вам – откройте свое сердце на встрече любви. Четвертая картина называется Итальянское настроение. Картина говорит о том, что пришло время просто праздновать вашу жизнь и быть счастливой. Во Вселенной, во внешнем мире уже есть все самое лучшее для вас. Наслаждайтесь собой, своей сутью, смакуйте каждый вдох, напитывайтесь и принимайте дары мира. Послание этой картины говорит вам – откройтесь для принятия всех даров этой жизни, позвольте себе наслаждаться их. Пятая картина называется Портал. Если вы выбрали ее, то у вас есть желание выйти за границы привычного для вас, установить контакт с вашей подсознательной частью и снять умственное напряжение. Послание этой картины говорит вам – расслабляйтесь, дышите, наблюдайте себя. Дыхательные, телесные, энергетические практики сейчас особенно актуальны и полезны для вас. Название шестой картины – космическое рождение. Если вы выбрали ее, то вы готовы к новому следующему витку вашей жизни, к расширению границ сознания. Пришло время смены ценностей и внутренних ориентиров. Вы уже не сможете оставаться в том формате жизни, в котором жили до сегодняшнего дня. Вам будет тесно в той коробочке, в которой вы находились до текущего момента времени. Послание этой картины говорит вам – доверьтесь себе, пространству и следуйте за своим внутренним зовом. Седьмая картина называется «Фантазии в сапоге». Если вы выбрали ее, то ваше подсознание говорит вам, что вы желаете отправиться в путешествие, наполнить свою жизнь новыми ритмами и яркими красками. Через это путешествие по странам, островам, городам и морям состоится ваше главное путешествие внутрь себя. Раскрытие, знакомство, познание, вспоминание своих качеств, грани и особенностей. Послание этой картины таково. Пришло время для ярких путешествий. Откройтесь навстречу познания себя и миру. Восьмая картина называется «Нежность». Если вы выбрали эту картину, то именно сейчас для вас наиболее важна связь со своей нежностью. У вас есть потребность ее почувствовать и проявить. Делайте то, что вдохновляет, оживляет и радует вас. То, от чего расцветает ваше сердце, ваша природа, от чего распускаются цветы по всему телу. Поют птицы в душе, а в животе летают бабочки. Это могут быть просто прогулки на природе, любые творческие занятия или общение с любимыми. Послание этой картины для вас звучит так. Позвольте себе расслабиться, отпустите контроль, почувствуйте, как нежно бьется ваше сердце. Сонастройтесь с ним своим дыханием, позвучите в унисон со своим сердцем, со всем телом. Спросите у него, что оно желает прямо сейчас. Название девятой картины «Человек солнца с луны». Если вы выбрали эту картину, это значит, что вы соскучились по чуду, по своему внутреннему ребенку и ярким краскам жизни. Разбудите своего внутреннего мечтателя, художника-творца и пригласите его в свою жизнь. Послание этой картины звучит так. Пришло время вашего внутреннего творца. Делать нужно только то, от чего у вас внутри все трепещет. Десятая картина называется «Лингам». Она символизирует твердыню, твердое намерение, твердую волю, решения и действия. Ничто не может вас сломать. Создав намерение, утвердив свою волю, просто иди и делай. Послание этой картины звучит так. Ты на верном пути. Намерение, воля, родовые корни – все это ты, единое целое. И уже ничто не сможет тебя надломить. Раздробить твой фундамент, твою стойкость. Обладание этой мощью, силой – это твой дар. Направляй его во благо себе и миру. Не забудьте поделиться своим результатом в комментариях. Обязательно напишите, какую картину выбрали вы. Мне будет интересно это узнать. Ну а у меня все на сегодня. Желаю всем хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok